Против людских отношений Госдума стояла честь законной семьи. Легализовать гражданский брак пока не получилось. Госдума осталась консервативна в вопросах семьи. Попытка легализовать гражданские браки энтузиазма у народных избранников не вызвала. От идеи приравнять его к официальному депутаты отказались. Ни количество лет, провезенных вместе, и наличие общего ребенка не могут быть убедительнее штампа в паспорте. Почему ценности могут быть только семейными? Узнала Елена Наркунайте. Депутаты Госдумы плохо приняли законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку. Такую поправку к семейному кодексу они посчитали ненужной. Мол, люди сами определяют статус своих отношений. А государство в таких личных делах помешает, как третий лишний. Такая своего рода легализация, она вопреки желанию людей, она достаточно странно выглядит. Люди, если хотят, они сами идут и добровольно подают заявление в ЗАГС. Если нет, проживают вместе, но имущество у них раздельно. Антон Беляков выступил с этой идеей два месяца назад, но теперь заявляет, его не только не поддержали, но и неправильно поняли. Ведь речь шла не о взрослых, а о детских проблемах. Сегодня, если вдруг взрослые расстаются, и ребенок родился в зарегистрированном браке, у него есть одни права. Ребенок, который родился в отношениях, которые не зарегистрированы, оказывается в ущемленном положении. Его права не защищены семейным кодексом в той же мере. По данным политика, в одном центральном регионе около 40% детей рождаются в незарегистрированных парах. Но юристы не видят в сожительстве проблемы, если, конечно, ребенок записан на обоих родителей. Специалисты по семейному праву больше переживают за взрослых. Люди, живущие в гражданском браке, совершенно не факт, что будут иметь детей друг от друга. Соответственно, став вот так вот отцом, отец уже будет добиваться обратного, если выяснят, что отцом по факту он не является. Так что генетическая экспертиза, которая сейчас используется в качестве главного аргумента, в борьбе за алименты и наследство уравнивает всех детей в правах на обеспеченное детство. Конечно, проще всего, когда по всем законам, в том числе религии и морали, семья появляется на свет. И это состояние жены и мужа, это такая, ну, бывает тайна же, становится точно как одной плотью. И какие там вот эти акции не помогут этот брак сохранить, если внутри нет вот этого состояния. Слова несветской львицы 90-х Алены Стерлиговой о мужем битой матери пятерых детей в семье с 28-летним стажем. Теперь женщине надо бегать по судам и по полиции для того, чтобы заказывать свою правоту. А раньше что было? Раньше приходили и родственники, говорят, ты что, тварь, мы тебе отдали нашу дочь, нашу сестру. Ты почему ее бросил? Мы тебе сейчас голову отрежем. Вот это была обстановка вопроса. Депутаты Госдумы, конечно, хорошо поддержали традиционную семью, отказавшись в сожительство считать браком. Но до домостроя Стерлиговых тоже не опустились. Но Антон Беляков не успокоился и уже предлагает новый компромиссный вариант отверженного законопроекта, будто проверяет на прочность семейный кодекс страны. Елена Наркуна, Динатальникова, Валерий Савинский. Известия. Специально для Пятого канала.